Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Арина Камискик. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему ароматов, а точнее, хочу вам сегодня показать свой аромат, который у меня был крайний, который я себе купила. И если вам интересно такого рода видео о парфюмерии, конечно же, тогда заваривайте кружечку чая. Сегодня будем с вами болтать на тему ароматов и поехали! Первое, с чего я начну, это то, что аромат у меня идет, это повторное, точнее, его приобретение этого аромата. У меня уже такой аромат был, и то есть с уверенностью того, что он мне желанен и интересен, насколько я его уже знаю, и я уже с ним, знаете, вот мы срослись с этим ароматом, то есть как бы я его шла, не покупала вслепую, не думала, как он у меня с чем будет ассоциироваться. И сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью то, что у меня появился в моей коллекции аромат от Burberry The Bed. Это на самом деле французский аромат с английской утонченностью, который мне настолько сильно запал куда-то там, вовнутрь, в душу, что я теперь не представляю свою коллекцию без него. И, к сожалению, смогла его приобрести только в объеме 30 мл. Если было больше, я бы его взяла больше. Сам флакончик выглядит очень лаконично. Это такая фляжечка с хлястиком, с кожаным белым хлястиком, где есть вот такой брелочек, где, собственно говоря, написано Burberry. И сама упаковка, она выполнена в таком, мне кажется, английском стиле. Вот эта вот клетка белая-серая, утонченность, ничего лишнего. И сама упаковка тоже такая фляжечка, тоже ничего лишнего. Все вот абсолютно гармонично сделано. Еще раз повторюсь, это у меня объем в 30 мл, и это идет у меня версия парфюмированная. Есть еще версия туалетная, но мне она не приглянулась, мне очень сильно нравится именно версия туалетная. Ознакомство у меня именно с ароматом Burberry The Bed у меня началось даже не с туалетной версии, а какой-то, по-моему, была у них версия в 75 мл, либо в 45 мл. Аромат назывался что-то близкое к духам, на самом деле более интенсивное, чуть-чуть поинтенсивнее, чем парфюм. И, собственно говоря, знакомство у меня с этим ароматом началось достаточно давно. Это был подарок, подарок не женщины мне, а был подарок, случайный подарок, я могу его так назвать, от взрослого мужчины мне. На тот период времени я не была замужем, для того, чтобы у вас не было мысли о том, что мне подарил подарок мужчина, я сейчас о нем разговариваю. Но на самом деле, почему я вам говорю эту историю, потому что на тот момент, когда мне подарили данный аромат, это было давненько, я хочу сказать, что на тот момент я дико просто с ума сходила от цитрусовых ароматов. То есть для меня предел всех моих мечтаний и вожделений, это был Шанель О'Фрэш, это зелененький, я просто сказать, что я сходила с ума, это ничего не сказать, я просто дико люблю, на тот момент любила именно цитрусовые ароматы. И когда на мой день рождения мне подарили пакетик упакованный, там была такая коробочка, все красиво упакованное, подарил мне мужчина, и знаете, с такими словами, то есть я долго думала, что тебе подарить, но аромат, в общем, короче, он у меня ассоциируется с тобой. Нравится-не нравится, будешь-не будешь носить, но он у меня с тобой ассоциируется, в общем, все, короче, давай с днем рождения, все круто. Когда я его открыла, когда я его послушала, на тот момент, я, знаете, любительница цитрусовых ароматов, я так прям села, думаю, с чем же я тебя буду носить, что это такое? И для меня это было что-то новое, что-то непонятное, я к нему прислушивалась, я, знаете, пыталась как-то что-то с ним сдружиться, но на самом деле у нас дружба произошла очень быстро, и благо у меня день рождения осенью, вот как раз именно в осенний период времени, этот аромат звучит вот именно теми нотами, которыми он должен звучать, именно утонченность, осенняя утонченность, вот эти вот шарфы, пальто, шляпы, ботильоны, да, ботильоны, вот это вот все сыгралось, это какие-то, знаете, колготки, тонкие колготки, юбки, это, знаете, когда ты можешь играть аксессуарами, когда ты укутываешься во что-то, вот этот аромат, он раскрылся в этот период времени очень здорово, и это аромат золотой осени, этот аромат утонченности, аромат, который, знаете, я хочу сказать, что я его уже на себя нанесла, он у меня уже просто идет, именно, уже последующими шлейфовыми нотами, которые у него есть, на самом деле это аромат, который шлифит, по мне, мне кажется, это шлейфовый аромат, но это не будет какой-то тяжелый шлейф, это будет шлейф какого-то легких аромата, легкого аромата ванили, легонькой, знаете, вот тут ваниль, она не основная идет, тут ваниль просто, знаете, так добавили, вот просто такую вот щепоточку, По мне, знаете, это идеальная чайная церемония. Это вот этот аромат девушек от 25 и выше, то есть на любителя. Это аромат, который одевается на какие-то очень важные мероприятия. Аромат, который одевается на какие-то, знаете, такие вот конференции, что-то такое выдающееся. Можно его одеть в театр, он очень будет круто смотреться. То есть этот аромат, который подразумевает то, что вы на себя надеваете аромат, который о себе заявляет, но это не аромат, который будет всех вокруг душить и вызывать какие-то нелепые, страстные какие-то ощущения, которые вот в этот период времени совсем неуместны. Этот аромат, который для меня очень сильный и интимный оказался, потому что я поняла то, что вот я его сейчас вдыхаю, и у меня перед глазами идет шляпка, идет пальто, причем пальто, не поверите, вот такого вот синего цвета. Идет какой-то шарф, идет, должна быть замша также одета, должна быть одета вот такая вот клетчатая юбка. Она у меня в свое время, когда я только знакомилась с этим ароматом, я его носила с клетчатой юбкой. Я его никогда не могла одеть с джинсами, я всегда его одевала с какими-то платьями. Этот аромат обязывает вас одеть платье. Аромат, который тонко намекает о том, что вы девушка. Аромат подчеркивает то, что вы девушка. Знаете, вот здесь, когда я вдыхаю этот аромат, я чувствую вот эту вот ваниль, она присутствует, я чувствую здесь цветочки, я чувствую аромат свежезаваренного чая. Вот вы представляете, я чувствую то, что это вот чаепитие на природе. Вот это вот аромат чаепития на природе. Должна быть золотая осень. Вот это, знаете, легкое солнышко, золотая осень, морозец такой вот осенний такой, знаете, и вы пьёте чай. Вот это вот да. И вы такая лёгкая, игривая, вы ничем не применённая, у вас нет никаких комплексов, но вы при этом по-женски девственно невинны. Вы такая, знаете, вот аромат, который говорит вам о том, что вы утончённая, вы женственная, вы воспитанная. И, вы знаете, вот, ой, помешивая чай, вы всегда аккуратно положите рядышком ложечку. То есть нет какого-то, знаете, вот этого э-э-э-эй. Это аромат, который я просто его вдыхаю, я от него дурею. Вот сейчас вот, когда на улице идёт осень, сейчас, когда на улице вот эти вот золотые листочки, девчонки, я просто от него схожу с ума. Вот именно на мороз, вот на мороз, да, допустим, какой-то зимний, мне кажется, он немножко по-другому откроется. Вот его идеальное время – это холодная весна и осень. Вот это его идеальное время, могу честно вам сказать. Если вам, если чуть-чуть пройтись по пирамиде, я их особо не умею описывать, я могу сказать то, что, ещё раз говорю, я тут слышу отчётливо ваниль, она чуть-чуть присутствует, я слышу чай, скорее всего, это какой-то будет чёрный чай, причём с цветками жасмина, такой чай с жасмином будет. Будут какие-то обычные простые цветы, обычные цветы, цветы, я не знаю, там, абсолютно обычный колокольчик, рис, что-то такое. Нет, тут никакой розы, её даже в помине нет. Ну, шикарный просто аромат. Возможно, здесь ещё присутствуют нотки кедра. Может быть, я могу ошибаться. К сожалению, я, как обычно, сажусь снимать видео, эмоции на меня нахлынули, мне хочется о нём поговорить, а пирамиду я опять не читала. Так что простите меня, но в большей степени я аромат всегда описываю по своим ощущениям, какую вижу картину. Если взять, к примеру, ещё раз говорю, если взять образ того, как должна выглядеть женщина в этот период, когда она его одевает на себя, это должно быть что-то очень элегантное, утончённое, это, возможно, будет игривое, возможно, будет чуть-чуть добавлено сексуальности, но это будет не кричающая сексуальность, это будет такое что-то, знаете, приглушённое, оно такое будет, знаете, завуалированное, оно будет по-английски утончённое, это я, наверное, раз тоже за видео сказала по-английски утончённое, это тот аромат, который не вызывает, знаете, вот того, чтобы одеть какие-то чулки, одеть дерзкое, знаете, сексуальное бельё. Этот аромат ассоциируется с тем, что, возможно, вы даже оденете платье без, так скажем, это будет не кружевное бельё, можно так сказать, это будет какое-то, возможно, пеньюар просто под низом, не пеньюар, как он называется, не глиже, да, как, нет, пеньюар, да, вот одевается под платье, что-то такое, то есть это что-то такое, знаете, вот я не могу, этот аромат, который меня пленит, и ещё раз говорю, это аромат, когда вы одеваете ботильон на шляпку, пальто, под низ одеваете обязательно какое-то красивое платье, и это да, вот этот аромат, девчонки, это просто, это аромат моей осени, я его дико очень люблю, мне очень сильно нравится, ещё раз говорю, и, наверное, это тот мужчина, который мне его подарил, я ему сейчас дико благодарна за то, что он меня познакомил с данной композицией, он познакомил меня с брендом Бёрбери, он мне объяснил, что это такое, и в тот момент времени, к тому, наверное, он мне в нужное время его подарил, потому что для меня, когда я стала пробовать этот аромат, я стала добавлять в свой имидж одежды какие-то, стала добавлять какие-то новые луки, я стала по-другому как-то выглядеть, я стала себе акцентировать внимание на то, что помимо подранных джинс каких-то и майки, существует ещё другая сторона, из платьишки можно быть девочкой, так вот этот вот аромат, аромат девушки, уточённой, элегантной, воспитанной девушки, я его просто обожаю, сегодня он на мне, сейчас он, конечно, уже благоухает, и ванилью, и цветами, и я вот в этом облаке, я просто этим ароматом очарована, так что, если меня спросят, какой аромат хотела бы, чтобы тебе его дарили снова и снова, либо кто-то захочет сделать мне подарок, я не буду долго думать и говорить, что мне подарить, и не поверите, это будет не Герлен, это будет вот этот вот простой, простой, уточённый, элегантный аромат, Бергер и Элизабет, так что вот так вот, девчонки, надеюсь, и мальчишки, кто меня смотрел, надеюсь, вам было интересно, я, конечно, не мастак рассказывать пирамиды, но я с вами просто поделилась своими ощущениями от этого аромата, на самом деле, для меня это очень дорогой аромат, мне он очень сильно нравится, если вам было, конечно же, со мной интересно, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, если вы уже пробовали этот аромат, либо у вас есть такой же аромат, который вызывает у вас определённые какие-то эмоции, чувственности, конечно же, пишите, мне тоже интересно узнать ваши какие-то ароматы, ваши любимые, и непосредственно, это просто самые любимые мастхевы в вашем парфюмерном арсенале, мне будет интересно узнать, какие у вас, я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, и, конечно же, надеюсь, вам было хотя бы чуть-чуть полезно и интересно со мной провести время, с вами мы увидимся в скором будущем новом видео, всех люблю, целую, всем пока-пока!